Давайте тренироваться с остальными нашими примерами. Я бы хотел, чтобы мы написали с вами страфу из довольно длинного стихотворения Гавриила Романовича Держави. Стихотворение описывает волшебный фонарик. Что такое волшебный фонарик, кто знает? Волшебный фонарик. Луна. Луна чоку. Нет, не луна. Все. Луна чок. Как? Светлячок. Нет, не светлячок. Какой он? Светлячок. Это не метафора. Здесь, пожалуй, только эпицид, да, вот этот красивый, волшебный. Ну, это действительно не фонарик. Просто фонарик какой-то красивой формы. Фонарик что-то красивый. Фонарик красивый, но хорошо. Красиво старинный фонарик. Это фонарик, который в днику запускается, в днику 80-ки пускается. Нет, тоже нет. Тоже нет, тоже нет. Борис, это все идет, руку. Да. Волшебный фонарик – это прадедушка современного проектора. Это проектор. С его помощью можно было проецировать различные картины, которые сменяли друг друга. Я вас уверяю, во времена Гаврила Романовича Державина уже такое бывало. Это какие у нас времена, давайте вспомним? Это конец 18-го, начало 19-го. Это конец 18-го. Конец 18-го, начало 19-го века. Да, 200 с лишним лет назад. За Кушкин. Да, конечно. И вот эти туманные картины, как их тогда называли, да, с помощью волшебного фонаря, были, конечно, некой диковинкой. Вдруг, не мастерство, он живописца, а как бы само по себе, создается на стене изображений. Что же это было за изображения? Конечно, недвижущиеся, правда? Конечно, сменяющие друг друга. Есть подобие театра Образцова, и поскольку там собраны, это чаще всего устраивались в балаганах, на ярмарках. Много кукол и образцов, с шарманками ходили, с такими волшебными фонарями ходили. Вот кто будет в кукольном театре Сергея Образцова, могут зайти в музей, и там вот дырочку они оставили. То есть там такая заделана под ширму, сделана специальная дырочка. Обычно все ходят и смотрят только на куклы. Можно посмотреть, как театральное представление. Влечение. Действительно, посмотрите. И для первого шара, в гостепотворении, конечно, некая новинка. Он сначала сообщает нам о том, что это вообще такое, а потом начинается ряд картин. Каждая картина начинается вот такими строчками. Явись и бысть. Давайте разбираться. Ну, явись, это понятно. Покажись. А что такое ибысть? Это уйд? Нет? Это и стало. Вот сказал оператор волшебного фонаря, например, слова от нынешнего, да? Сменил картинку и показалось изображение. Какие же это изображение? Давайте я прочту. Прочту вам два фрагмента, а вы сами выберете какую-нибудь изображение. Какую вам больше нравится. Первый картинка такая. Явись и бысть. Средь гладких океанов стклянговых, Зарёвых утренний умянных, спокойных метр, Голубосизый, санциокий, усатый, кучный, рыбий князь. Из влаги появляясь глубокой, пернатой лыстью вкруг струясь, Сквозь водну зверь глядит, гуляет. Но тут ужасный зверь всплывает к нему из бездны. Стремит в свои вот лейки трубы, И как серпы занёс уж зубы. Исчезни, исчезни. Вторая картинка. Явись и бысть. С долины мирная, зеленая, В полудни лебедь вознесенный, Под облакам весёлый глаз свой не спускает. Его долина, рощи, холм, Река стакратно мехом повторяет. Но тут, как быстрый свистом гром, На ромина его сребристый Орёл прожорливый, когтистый Упал с небес. Клюёт, терзая, пьёт крылами, И пух летит, как снег полями. Исчезни. Исчезни. Какая картинка больше понравилась? Первая. Первая. Про Светра. Да. Кстати, а что между картинками в общей? Потому что там все равно держу. Есть главные положительные персонажи, Астрахарова нападает большего размера персонаж отрицательный. Ну, неизвестно, положительный или нет. Да? Но известно, что он какой-то мирный. Правда? Присходит какое-то нападение страшное. Или по этому так хочется сказать Исчез. Исчез. И картинка исчез. Какую страху запишем? Первую. Первую. Про Светра. Прекрасно. Давайте. Это стихотворение державы очень архаично. Оно, так сказать, написано Слишком древне даже для державы. Стеклянка. Здесь есть свои странности. Стеклянка. Дер стеклянка. Да? Что же стеклянка? Эй, Маш, смотри. Маш. Маш. С незнакомыми словами. Давайте работать. Что может быть? Что такое девизь понятно? Что такое мысль понятно? Да? Девизь не стала. Да? Так. Дальше. Средь гладких океана стеклян. Стеклянка. 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 Да? Прозрачные некие воды. Да? Зарею утренней румяных... Ну, то есть, солнце встало, и оно, как бы, происходит. Значит, совершенно верно. Это утренняя заря осветила спокойные недра. Что такое недра? Недра. Недра. Глубина. Глубина некая, да? Глубину океана. Вот смотрите, в чем архаичность. Видите, у нас определенное слово «недра». К нему относятся скляна, к румянах, да? Но пока до него дойдешь, забудешь, с чего начинать, да? Итак, средь гладких океанов, склянах, зарею утренней румянах и спокойных недр. Дальше. Голубо-сизый. Я думаю, понятно. Ну да, это русский голубо-сизый. Ну? Солнце окой. Конечно, такой неологизм держали. Что такое солнце окой? Солнечный. Солнечный. Просто солнечный маловато. Солнечный. Тут два корня, когда? Солнце его. Ну да, потому что у него в глазах, да? Очень как солнце, Саша Врей. Солнце окей. Очень как солнце. Угу. Усатый, это понятно. Усатый. Тучный. Ну да, с какой-то толстый. Большой. Полный, большой, да? Тучный. Рыбий князь. Осета. Из влаги появясь глубокой. Не влаликую. Пернатой лыстью. Это, я думаю, самое непонятное слово. Это плавник. Да. Но заметьте, что он пернатый. Меделька, если пернатого осетра. Нет. Нет. Ну, конечно, Дзержана сравнивает, да? Плавник осетра с? Кровом птицы. Да, поэтому пернатый плавник. Пернатой лыстью вкруг струясь. Вкруг струясь, да? Плавает. Видно его, да? Сквозь водную дверь. Тоже образ. Через птицы. Он глядит вверх, да? Глядит, гуляет. Замечательный картинка. Но тут ужасный зверь всплывает. Неизвестно, как он. К нему из бездны. Насмотреть, что были недра, бездны, глубина вот. Стремит свои вод третие трубы. Это вообще. Предложите. Давайте с синдексом разберемся. Стремит свои. Ну, куда-то вот прям замахнулся. Что-то такое. Вот другу, наверное, в сыну. Давай, мельцем. Сквозь, опять-таки, воду. И как серпы. Все себе серп представляют. Занес уж зубы. Что за страшный зверь? Исчезни, исчезни. Так что это за внутренние речи будет? Значит, теперь давайте разберемся с тем, что делать нам со стихом. Что это за размер? Вольный. 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 Вольный кто? Яблый. Яблый. Вольный. Яблый. Яблый. Ну вот вольный ли он? И в пределах чего вольный? Сейчас разберемся. Значит, давайте определимся. Мы с вами около каждой строчки будем нечто подписывать. Я не просто так заставил вас это переписать. С этим надо работать. Мы договоримся с вами, что мы будем обозначать мужские и женские окончания. Итак, мужские окончания мы будем обозначать маленькой буквы. Мужские окончания, помните? Да? Маленькой, латинской буквы. Естественно, логично начинать с самого начала. Раз, а. Альфа. Да. Женские. Мы будем обозначать большой буквы. Знак уважения. Да. Вольный? Да. Может быть и а. Может быть и б. Вольный. Дакцилические. Большой? Мы будем обозначать большой со штрихом. Это кому больше? Ну и дальше уже гипердакцилические. Прибавляйте столько штрихов, сколько у вас слогов. Но честно говоря, здесь нам даже такого не встретится. Даже в дакцилических окончаниях. Почему буквы одинаковые буквы, одинаковые рифмы? Поэтому давайте первое посмотрим. Явись и бысть. Это рифма? Да. Для Тржавина это вполне рифма. Я вас уверяю. Значит, получается у нас. Мы знаем, что это яма. Сколько тут стоп? Я уже написал. Одна. Большую и маленькую. Малую. 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 Да. Дальше сложнее. Среди гладких океана скляток. Большая А. Мы знаем с того, что это яма. Сколько же стоп? Четыре. Четыре. Отлично. Большая А. И большая что? А. Альфа. Вот большая А. У нас тут А уже использована. Большая А. Женская. Большая А. Мы должны пойти дальше. Большая Б. Большая Б. Конечно. Большая Б. Залеваю утренней румяна. А. Большая Б. Большая Б. Идем. Четыре. Все тоже делал. Четыре. Ага. Покойных Недр. Это А. Ну, Б. Кустол. Кустол. Отлично. Это кустол. Кустол. Наверное. Мужское окончание. Мужское окончание. Мужское окончание. Какую новую букву я должен ввести? С. 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 Итак. Важно, чтобы это всем было понятно. Почему я ввел новую букву? Потому что появилась новая ритма. Почему я написал маленькую? Мужское окончание. Зачем? Голубосизой санциалкой. Давайте со стоп-достой сначала разберемся. С четырех слов. С четырех слов. С четырех слов. С четырех слов. Точно четырех? Да. Докажите. Голубосизой санциалкой. Четыре конечно. Четыре. И буква. С. С. Большая. Усатый. Рыбий. Князь. Мужское окончание. Пустое отключение, буква. Б. Б. Б не годится. Б уже использована. Е маленькая. Е маленькая. Е маленькая. Е, почему Е? Потому что пока до этого такой рифмы не было, да? Е маленькая. Осетра. Осетра и Е. Вот она рифма. Маленькая С. Значит, это маленькая С. Я два. Один. 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 Из влаги появлясь глубокой. Это большая Д. Четырехступный ям. Отлично. Большая Д. Четырехступный ям. Молодцы. Большая Д. Пернатые листья вдруг струясь. Это маленькая Е. Маленькая Е, да? Сквозь водную дверь глядит. Гуляет. Гуляет. Четырехступный ям. Четырехступный ям. Согласен снова. Но приходится идти дальше. Маленькая Е. Маленькая Е. Маленькая Е. Маленькая Е. Э почему маленькая? Гуляет. Большая Д. Но тут ужасный зверь всплывает. Четырехступный ям. Большая и М. Большая. Эта составляет некая двустишьая, да? Сквозь воду зверь глядит и куляет. Но тут ужасный зверь всплывает. К нему из бездны. А маленькая что? Ашка. Ашка. Ж. Ж. По-латынию. Так стремив в свои вот береги твовы. Четырехстопных ям. Четырехстопных ям. Ашка. 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 И как серпы занес уж зуб. Четырехстопных ям. Ашка. Снова ашка. Исчез. Исчез. С чем рифмуется исчез? С бездны. Это не точная рифма, но она нормальная для державы. Я вас уверяю. Ломоносов не позволил по себе такой рифм. Пушкин бы тоже не позволил. Державеву назовет. Ну, это снова двустопный ям. Маленькая. Ж. Отлично. Сколько срочек у нас получилось? В. Шестнадцать. Очень интересная последовательность. Державев напоминает крементированию. Но это и понятно. Он увидел волшебный фонарик. Он тоже решил сделаться волшебником, только в своей, скажем так, опере. Заметьте, я вам прочел две страфы А их таких в стихотворении Держаево шесть Это значит шесть раз он решил повторить вот эту последовательность Состоящую из шестнадцати стихов При этом они очень прихотливо чередуются между собой Один, один, четыре, четыре, два Четыре, четыре, один Четыре, 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 два Четыре, четыре, два А вы получили создавание рифму куда более это было? Через манер рифму тоже интересно Оно непростое Сначала густейшая, правда? Потом густейшая Потом рифму пошли совсем интересно Через две строчки Потом снова густейшая И потом Через одну Мы еще разберемся с вами с видами всяческих страф Но, конечно, перед нами страфа уникальная в своем роде Ну, что значит уникальная? Пока мы ее с вами не повторим Можем взять и повторить Кстати, это много длинных страф в русской поэзии Шестнадцатый страф Евгений Онегин написан страфами В четырнадцать Самая длинная, пожалуй, в русской поэзии на сегодняшний день Это восемнадцатая стишная страф У кого? У языкова Ну, никто не мешает нам завтра же придумать Зелятнадцати стишную, или двадцати стишную, согласитесь? Другое дело, почему это трудно воспринимается как страфа? Потому что внутри тоже проходят какие-то членения свои, уже горизонтальные, правда? Да Они иногда совпадают, синтоксизм иногда нет Но нам так или иначе хочется разделить как-то Каждая страфа вот так начинается И каждая заканчивается Давайте проверим Я вам попробую прочесть ту же страфу, которую я читал Вы проверите, так ли это Какую именно, которая прорвала? Да, прорвала Елись и быстрее С долины мирной я зеленый Все хорошо В полудни левец вознесенный Под облака Веселый глаз свой не спускает Его долина, роща полу, река Стократно эхо повторяет Но тут, как быстрый свистом гром На ромина его сребристый Орел прожорливый, когтистый Упал с небес Клюет, церзает, бьет крылами И пух летит, как снег полями Исчезнет Исчезнет Да Такое же Точно такое же Стратегия Вопрос Нарушает ли державное правило Альтернанса? Нет Как ему это умудрение Удается Как он умудряется это делать? Не нарушает Здесь не нарушает Здесь не нарушает А здесь не нарушает Здесь что-то странное началось Да? С, Д, Е Да? С, маленькое слово Д, Е Вот Удержава, как известно, правило Писаны не были Он мог, наверное, себе позволить Поставить рядом Вот такие нерифмованные окончания Князь и Осетов Оба мужские Его не исключают Как вы думаете, ради чего он это делает? Может, показать, что не всегда это правило должно действовать? Не всегда это правило должно действовать Да, наверное, еще и не знал Нет, не отравило Как? Наверное, еще и не знал Не то, чтобы не знал Думаю, что он интуитивно знал Я думаю, может, наверное, он может рассказать про нового вечера Как вы понимали Но он хочет показать, что он тоже чем-то отличается Написал так, как его Это не пишет То есть перед ним стояла другая задача Нас оставить интересную новую строфу А Державян в этом отношении был, конечно, большой выдумщик Мы еще узнаем про него Да Я просто заметила Тут же в некоторых местах Ритми чередуются через два Через два строчек Это не так страшно Это не так страшно, что через две Бывает и через три И через пять И у того же Державян даже через девять строчек Но через девять строчек очень трудно услышать Правда? И даже увидеть Тем более при Державянских Так, а через десять бывает Ты сочинишь завтра Будет Еще Может, он просто хотел проэкспериментировать с этим правилом? И хотел сказать, что... Может быть, хотел Но, наверное, дело не в том Просто, что он экспериментировал сознательно с этим правилом Скорее, он экспериментировал с астрофой Вот появляется картинка Неожиданная Новая Появляется строфа Неожиданная И о возможностях строф разных Мы еще будем с вами говорить